Дорогие друзья, уважаемые коллеги, зрители! В этом видео я продолжаю озвучивать материал наших исследований. Расскажу в данном случае о результатах анализа понятия спин электрона. Происхождение этого понятия связано в физике с вычислением орбитального тока и орбитального магнитного момента электрона в атоме водорода. Посмотрите, к какому удивительному, шокирующему выводу мы пришли в результате. Проводимый нами анализ ошибочности базовых теоретических концепций современной физики носит конструктивный характер. Это значит, что раскрывая неадекватность рассматриваемых концепций и ошибочность решений на их основе, мы предлагаем новые адекватные реальности. Благодаря адекватности новых концепций, полученные на их основе решения оказались уникальными. Во всех рассматриваниях нами случаях они привели к ключевым открытиям физики. В предыдущем видео, вот его адрес, можно открыть, посмотреть, показана ошибочность концепции Большого взрыва, Биг Бэнк, и происхождение микроволнового космического фона, а также виртуальных частиц квантовой электродинамики, используемых для объяснения природы Лэмбовского сдвига. Упоминалось, но не рассматривает с нами ошибочность привлечения виртуальных частиц для объяснения аномального магнитного момента электрона. Прежде чем приступить к рассмотрению природы, аномальности магнитного момента электрона, необходимо ознакомиться с концепцией собственных моментов электрона, спиновым и спиновым магнитным. Этому и посвящено данное видео. Покажем ошибочность введения в физику указанных понятий, в том числе численных значений, приписанных им. Вот значение для спина электрона, половинка H с чертой, H-bar по-английски, а спинового магнитного момента, E, H с чертой, деленное на 2mEC, где mE, это масса электрона, а c, скорость света. Как появилось в физике понятие спина электрона? Причем такой относительно огромной величины, как H с черточкой пополам. И почему огромный? И что такое H с черточкой? Объясним все по порядку. Параметр H с черточкой – это постоянная планка, деленная на 2π. Называется приведенная постоянная планка или постоянная дирака. Постоянная планка H считается фундаментальной физической постоянной, основной константой квантовой физики. Представленный здесь материал опубликован вот в этой книжке. Ну, в частности, в этой книжке, потому что еще есть другие публикации, посвященные этой тематике. По величине постоянной H с чертой, H бар, в точности равна орбитальному моменту импульса электрона на первой Боровской орбите, согласно резерву Боровской атомной модели, является квантом этого момента. Согласно принципу неопределенности, скорость частички V и ее местоположение R не могут быть определены одновременно. Поэтому формула, вот эта 1, где есть V и R, и формула для H, вот эта формула для постоянной планки, не имеют смысла в квантовой теории, поскольку указанные два параметра присутствуют в обоих этих формах. И потому данные равенства не упоминаются в квантовой теории, замолчиваются. Однако история введения понятия спина электрона связана с данными формулами, а началось все с экспериментов Эйнштейна и Техаса по определению магнитомеханического, гиромагнитного, отношения, в 1915 году. Опирались они на Боровскую модель атома. Очень кратко об этом, в принципиальных моментах истории введения понятия спин. Из эксперимента Эйнштейна и Декаса следует, что отношение магнитного момента электрона, движущегося по Боровской орбите, вот магнитный момент электрона, к его механическому моменту, равны этому отношению. Минус Е деленное на МЕ деленное на С. Этот результат, как оказалось, превысил ожидаемое следующее из расчетов значение, равное минус Е деленное на 2МЕС. То есть превысил в два раза, вот это значение экспериментальное, в два раза, вот это значение, которое вычислено было теоретиками. Знак минус указывает, что направление орбитального момента импульса и магнитного момента противоположны. Со временем, будучи абсолютно уверенными в непогрешимости вывода орбитального магнитного момента электрона, вот в этом равенстве 4, вместо того, чтобы все-таки поискать в нем ошибку, физики предложили следующий выход из возникшей ситуации. Они предположили, что электрон обладает собственным механическим моментом, причем именно величиной, вот этой аж черточкой пополам. Следуя гипотезе Уленбека и Гаутсмита 1925 года, этот момент был назван спиновым. А следовательно, электрон, являясь заряженной частичкой, обладает и собственным спиновым магнитным моментом, соответствующим механическому. Приписанной величине спина, величиной аж с черточкой пополам, соответствует следующий, подходящий для согласования вот этого теоретического результата с экспериментальным, спиновый магнитный момент вот равен ЕН делено на 2МЕС. Таким образом, была найденная, утерянная половинка вот в этом равенстве 4. Собственный спиновый магнитный момент электрона был впоследствии принят за единицу элементарного магнитного момента и назван магнитоном Бора. Магнитон Бора. Ведя данный постулат о спине электрона и путем откровенной подгонки, касающейся величин спины и соответствующего ему магнитного момента, физики пришли к нужному, совпадающему с полученным в эксперименте Эйнштейна и Дехаса, отношению 3. то есть пришли вот к этому нужному соотношению, к гермагнитному отношению. Ну, видите, добавили сюда вот рассчитанное ими значение, добавили еще такое же значение, получили вот минус ЕН на ЭМЕС. Вернемся теперь к несогласующемуся с экспериментальным значением 3 вот этому выражению 4. Выражению 4, из которого следует, вот, что орбитальный магнитный момент электрона равен ЕН с черточкой на 2МЕС и покажем, где в расчетах орбитального магнитного момента электрона в атоме водорода, то есть в равенствах 4 и в этом равенстве 7, была допущена грубая ошибка, на которую до нас никто не обратил внимания, просто не видел ее. Вычисление физиками орбитального магнитного момента электрона в атоме водорода подошлялась, как описано в литературе, в том числе в учебниках по физике, по простой формуле, посмотрите, очень простая формула, определяющая магнитный момент замкнутого электрического контура. Здесь С это площадь орбиты, С скорость света, а и средняя величина кругового тока. Следуя определению тока, используемый в электротехнике, как потока электрического заряда, или в кавычках электронной жидкости в проводнике, средняя величина силы электрического тока и создаваемая движущимся по орбите электронам определялась вот по этой формуле. Значит, заряд электрона мы делим на вот период обращения электрона. итак, Т это период обращения электрона, имеющего заряд Е по орбите. Отсюда орбитальный момент, вычисленный теоретиками на базе вот этой формулы, этого значения тока, равен Е перечеркнутый на 2 МЕС. У меня тут поставлены вопросительные знаки. Дело в том, что вот здесь как раз и допущена ошибка. Где же эта ошибка? Ответ простой. В вычислении кругового тока по формуле 9. по формуле 9. Рассмотрим, какова в действительности средняя величина тока, создаваемая одиночным дискретным зарядом, движущимся по замкнутой траектории. В общем случае, перенос заряда Е элементарной частицей, электроном, через любое сечение, поперечное сечение, по любой траектории за время Т сопровождается его исчезновением с одной стороны минус Е точка А произвольного сечения и появлением на другой стороне произвольного сечения плюс Е точка В. Вот как показано на этом рисунке. Итак, я тут подробно хочу рассказать, чтобы всем было понятно. Итак, за время Т исчезновение заряда с левой стороны сечения означает уменьшение заряда слева от плюс Е до нуля, то есть на величину минус Е, а появление заряда с правой стороны сечения означает увеличение заряда справа от нуля до плюс Е то есть на величину плюс Е здесь уменьшение на минус Е здесь увеличение на плюс Е таким образом за время Т полное изменение заряда составляет дельта Е равняется плюс Е минус минус Е то есть 2Е отсюда средняя скорость изменения заряда ток за время Т равно 2Е деленное на Т а в случае круговой орбиты когда точки А и Б соединены вместе точки совпадают электрон обладающим зарядом Е проходит через поперечное сечение С со средней скоростью 2Е на Т орбитальное вот видите 2Е на Т орбитальное а тут использованное физиками теоретиками при объяснении эффекта Эйнштейна де Газа было отношение Е на Т орбитальное а тут получается 2Е на Т орбитальное где Т орбитальное есть период обращения электрона по круговой орбите попытаюсь подробнее еще объяснить потому что это очень важный момент с другой стороны не нарушая сложившиеся в физике определения средней величины силы тока к формуле вот к этой формуле 12 можно прийти следующим путем с плющим орбиту как показано на рисунке получили двухпроводный замкнутый электрический контур ток в двухпроводном замкнутом контуре рассмотрим электрон двигаясь вдоль всего замкнутого контура то есть за время полного оборота Т орбитальный и проходя в непосредственной близости от точки О сначала вверх средний ток на левой половине траектории равен Е деленное на половину вот этого времени Т орбитального пола вот а потом вниз средний ток на правой половине траектории равняется Е деленное на половинку вот этого орбитального времени Время на Т орбитальное. Половина Т орбитальное. То есть этот заряд, ток, генерируем этим зарядом, два раза создает поперечное вихревое магнитное поле в этой точке. Вот в точке О. Сначала проходя по левой, а потом по правой части траектории от ее центра О. То есть когда идет заряд, то он создает поперечное цилиндрическое магнитное поле. Вот один раз он создал поле, потом прошел второй раз вниз и опять в цилиндрическое магнитное поле. То есть два раза создается одним тем же зарядом магнитное поле в этой точке. При этом привычная всем формула, следующая из принятого в физике определения средней величины силы тока и Е на Т, не нарушается. Как слева, так и справа, а следовательно, и по всему замкнутому контуру величина среднего тока одна и та же. То есть равна 2Е деленной на Т орбитальной. 2Е на Т орбитальной. Электрон, как и любая другая элементарная частица, проявляет двойственность поведения и как частица, и как волны. Поэтому выведем формулу средней величины тока и для случая волнового движения электрона. Рассмотрим одномерный случай. Из хорошо известного решения волнового уравнения для струны длиной L, фиксированной с обоих концов, следует, что только одна полуволна фундаментального тона помещается на полной ее длине. То есть на длине струны укладывается половина длины волны. То есть L равняется λ1 деленной на 2. Если соединить концы струны вместе, то образуется круг длиной 2πr нулевое с одним узлом. В результате получим равенство. Вот эта вот длина нашего круга, на ней укладывается полуволна λ пополам. Ну, а длина волны это скорость, волновая скорость в струне V нулевое на T нулевое, это волновой период T. В простейшем трехмерном случае решения волнового уравнения для сферического поля мы приходим к тому же самому равенству, вот к этому же самому равенству 14. Только одна полуволна фундаментального тона помещается на Боровской орбите, и электрон находится в узле волны. Таким образом, величина волнового периода фундаментального тона на волновой поверхности радиуса R нулевое равна, ну вот T нулевое равняется, тут 2 переносим сюда, будет 4πr нулевое деленное на V нулевое. То есть равняется двум орбитальным периодам, двум оборотам, 2T орбитальные. 2πr нулевое это один оборот, и 4πr нулевое будет два оборота. Средняя величина тока, как гармонической величины, определяется по известным формулам. Вот одна формула, вот вторая формула. Здесь амплитуда элементарного тока, I, M, которая входит в эти выражения, она определяется вот по этой формуле простой, где омега нулевое есть частота фундаментального тона электронной орбиты. Итак, амплитуда равняется 2πr на T нулевое, подставляем сюда и вычисляем интеграл. Получаем, что ток I равняется 4E на T нулевое. А поскольку T нулевое равняется 2T орбитальное, мы приходим вот к такому выражению для электрического тока. 2E делить на T орбитальное. Таким образом, истинное среднее значение тока в два раза превышает значение, используемое в формуле расчета орбитального магнитного момента электрона при описании эффекта Эйштейна-де-Хаза. Значит, вот физики потеряли двоечку. У них E на T орбитальное. А вот анализ показывает же, что это не так. 2E на T орбитальное. Итак, ошибка найдена. Подставляя среднюю величину тока 19, вот эту среднюю величину тока. Формулу для вычисления орбитального магнитного момента электрона. Находим истинное значение этого орбитального магнитного момента электрона. Итак, вместо И подставляем 2E на T орбитальное. Площадь орбиты πr нулевое в квадрате. Или, поскольку H перечеркнуто равняется mEV нулевое на r нулевое, мы получаем вот такое значение орбитального магнитного момента электрона. Здесь уже нет той двоечки, которая была в расчетах Эйштейна-теоретиков. Отсюда истинное отношение орбитального магнитного момента электрона 20 к его механическому моменту, то есть моменту орбитального импульса, с учетом знака противоположной направленности моментов, равно. Итак, берем вот это отношение вот к этому и получаем минус E на mEc. То есть полученное отношение моментов 21 совпадает с отношением моментов гиромагнитным отношением. Три. Обнаруженным экспериментально в опытах Эйнштейна и Дехаса и в опытах Барнета. Кстати, истинная величина собственного магнитного момента электрона, связанного пренебрежимо мала по сравнению с приписанным его значением в половину орбитального магнитного момента, равного магнитону Бора. Какова его конкретная величина и как она была вылечислена, можно найти вот в ссылке, которую я тут даю. Ссылка 5. В комментарии сформировалось мнение, что наличие собственного механического момента спина у электрона, причем такой относительно огромной величины, равной половине его орбитального момента импульса, аж пополам. Реальный факт. Ну, представьте себе, что если бы магнитный момент, собственный механический момент Земли, вращение Земли, был бы равен половине ее орбитального момента движения вокруг Солнца. Но Земля не выдержала бы такого момента, разорвала бы ее, центробежными силами ее бы разорвала. Однако, прямых доказательств, вот наличия такого момента нет. Информация в экспериментах по определению величины спинового магнитного момента на свободных электронах, не связанных с атомами, отсутствует. А прошло уже целое столетие с момента открытия эффекта Эйнштейна Дехаса. С 1915 года никаких доказательств, прямых доказательств на свободных электронах, не связанных с атомами. К сожалению, объясняю ряд явлений, обнаруженных экспериментально. Физики до сих пор субъективно используют мифические, выдуманные, постулируемые понятия, вот подобные спиной электрона, рассмотренного здесь, или виртуальным частицам квантовой электродинамики. Вот поговорим о них в следующем видео. Тем самым рисуют искаженную картину действительности, создают виртуальный мифический мир, научную фантастику, science fiction. Заключение. Раскрыта грубейшая ошибка, допущенная в физике, при вычислении среднего значения кругового тока, создаваемого дискретным зарядом, движущимся по замкнутым контуру. Описываемая во всех источниках, включая фундаментальные университетские учебники по физике, формула определения величины этого тока, И равная Е на Т, как было показано нами, является ошибочной. Второе. Выяснена причина ошибки, определена истинная величина среднего значения кругового тока, которая на самом деле оказалась в два раза больше, а именно И равняется 2Е на Т орбитальной. Третье. Спин величиной аж пополам, аж черточкой пополам, и спиновый магнитный момент, равный Е, аж черточкой деленой на 2МЕЦ, нереальные физические величины, приписанные электрону субъективно. Нет никаких экспериментальных доказательств, подтверждающих их наличие у свободных электронов. Четвертое. Последствия непростительной элементарной ошибки при вычислении кругового тока, наряду с другими сомнительными решениями теории стандартной модели, опирающиеся на мистические постулаты, могут быть устранены только путем замены существующей парадигмы физики. «Литература». Всего 5 ссылок. Вот эта статья пятая. Это обзорная, большая обзорная статья. Вот она наиболее тут... Ну, она наиболее... Больше всего информации в ней содержится. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Продолжение следует...